Я приветствую всех, кто вместе с нами на Политека и сегодня со мной на скайп-связи известный израильский доктор Борис Бриль. Борис, накануне нашего с вами разговора телеграм-канал Коронавирус.Инфо, ссылаясь на результаты исследований медицинской школы Икона, сообщил, что приблизительно 24% людей, которые вылечились от коронавируса, продолжают испытывать когнитивные трудности, включительно проблемы с памятью, многозадачностью, скоростью обработки информации и фокусированием. Скажу честно, что я, переболев коронавирусом, прошлой осенью испытывал похоже. Что делать в таких вот ситуациях, как с этим бороться? Ну, по-моему, незаметно. Во-вторых, что делать в такой ситуации? Нужно для начала пройти полную проверку для понимания все-таки своей проблемы. Или она связана с паническим расстройством определенным в результате самого заболевания и психологического давления, или она связана с обширными поражениями, или это связано с множественным воспалительным синдромом, так называемым. Надо для начала пройти правильную диагностику и понять, в чем является корень проблемы. И тогда в соответствии с этим нужно принимать решение о терапии. Давайте конкретизируем. Правильная диагностика. О чем конкретно идет речь? Ну, у многих нарушения те же когнитивные или нарушения с памятью, сна, например, если мы говорим о неврологических поражениях, это будут связь с тем, что они перенесли как бы панику. Это все равно напряжение, боязнь смерти, это как посттравматического такого типа, посттравматического стрессового расстройства. И в данной ситуации надо, чтобы разобрался невролог или психиатр хороший. Есть другие поражения органов, это как тромбозы. Надо понять, какая тяжесть заболевания была у человека. Это проблемы с поражениями легких. Если поражения легких были обширные, человеку кажется, что он не может дышать, нужно провести спериметрию, спериметрию с диффузией. Для того, чтобы понять, он в реалии не может дышать. Или это у него сидит такая, как сказать, паника, вот это задыхается, нехватка воздуха. То есть нужно очень сильно все дифференцировать, понять, поставить в первую очередь диагноз. Психосоматика очень сильно влияет, насколько я так понимаю. И может быть и психосоматика. Абсолютно верно. То, что я и говорю. То есть у многих вот это вот сердцебиение, что же нужно тогда сделать. Надо поставить холтер ЭКГ, посмотреть за 24 часа это в реалии что-то или это нет. Нарушение ритма или это внутреннее ощущение человека. То, что человек там задыхается, как я сказал, нужно провести эхо, нужно проверить холтер давления, холтер ЭКГ. То есть проверить анализы крови. И в соответствии с этим он уже поставил диагноз, лечит человека. Как коронавирус, а точнее его последствия, ну в целом влияют на нервную систему человека? Ну так как это довольно объемное заболевание, то оно может влиять, как я сказал, и как психосоматически, так и в общем-то реальные поражения ишемические за счет и тромбозов, и вообще за счет тяжести заболевания. Ишемические – это нарушение питания, кровоснабжение какого-либо органа, а нервная система – это тоже орган. Борис, а вот очень часто уже в интернете можно встретить различного рода публикации о так называемом пресловутом постковидном синдроме. Что вам о нем известно и насколько он опасен? Я бы не отнес это как одно заболевание, потому что оно может объединять очень много. Как мы говорили, это мультисистемное воспаление, так сказать, синдром такой, мультисистемный воспалительный синдром. Это может быть он, а может быть и психосоматика, а может быть и другие проблемы, а может и тромбозы, а может и легкие. Поэтому постковидный синдром объемен. Нужно разобраться, какая именно точно жалоба, и в соответствии с этой жалобой начать искать проблему. Борис, а сколько в среднем длится реабилитация человека от последствий коронавируса, и насколько бережно, скажем так, трепетно человек должен к себе относиться, возможно, даже прислушиваться после того, как переболел ковидом? Смотря какая была тяжесть заболевания. В общей массе нет никакого такого сильного трепета по отношению к себе, потому что все равно 24% не так много, учитывая тяжесть заболевания. Но стоит проверить, если перенес бессимптомно, если это молодой, здоровый, то в общей массе ничего не влияет. Категория 50 плюс 60 плюс? Стоит проверить эхо сердца, это УЗИ сердца, стоит сдать анализы крови, естественно, стоит сделать, возможно, эргометрию, это проверка с нагрузкой, эхо с нагрузкой тоже можно сделать. Как бы стоит сделать какой-то такой общий чек-ап, который рекомендован им семейный доктор. Как лечить коронавирус в домашних условиях? Ваш рецепт, ваша тактика? Это не мой рецепт, у меня нет моих рецептов, потому что если как только у меня появятся мои рецепты, и я их начну применять без того, чтобы они были подтверждены, то бегите писать на меня заявление в прокуратуру или ещё куда-то, меня надо будет посадить в тюрьму. Это я без шуток говорю. Это касается любого врача, кто такие вещи вытворяет. Медицина — это не поле для экспериментов над пациентами. Любой протокол лечения должен быть утверждён исследованиями. Если я что-то считаю, я должен провести исследование и только потом применять на людях. В соответствии с мировой практикой, в соответствии с мировыми протоколами, лёгкое течение заболевания, а течение заболевания характеризуется по шкале НИУС, лечится только симптоматически. Это забивание температуры до комфортной, если человеку нужен. Это тёплое, обильное питьё и отдых. И больше ничего. И ни в коем случае не применять. Это любые варианты лечения, которые описываются многие или назначаются. Это преступления. Нельзя давать стероиды в лёгкой форме. Доксаметазон, преднизолон. Нельзя давать антибиотики, если нет. Подтверждённые бактериальные инфекции. Это запрещено, это противозаконно. Это убивает людей. Борис, а в каких случаях при лечении коронавируса применяются антибиотики. Но вот я вспоминаю свой опыт борьбы с коронавирусом. Я лечился в домашних условиях. И да, действительно могу сказать, что врачи мне приписали такой препарат, как Сумамед. Ну, вопрос, принимали вы или не принимали, я не знаю. Если даже вы принимали, ну что вам будет? Вы молодой и здоровый, да? Но, к сожалению, не все такие. И в этом случае применение увеличивает смерть. Потому что когда человек поступает в больницу, если у него, да, присоединяется бактериальная пневмония на фоне приёма антибиотика, а антибиотик не влияет на то, что будет она присоединена или нет, то у него она присоединяется именно уже антибиотикорезистентной. Лечить человека уже будет нечем. Это раз. Второй момент – это то, что без лейкоцитоза, без подтверждённой лейкоцитов повышения не, что они идут на подъём, а выше границы. Это считается 15 тысяч. Антибиотик давать нельзя. Это неправильно. Ещё раз говорю, это халатность, преступление, безграмотность. Борис, а что касается вот этих советов и рекомендаций, что необходимо много пить, уделять ей внимание, а также гимнастике, чтобы правильно дышать, там, лежать на животе. Вот как вы воспринимаете вот эти все рекомендации? Много пить, я сказал. Обильное питье, оно очень важно для человека. Когда он болеет, в общем-то, при любом заболевании, это жидкость, мы всё-таки состоим в зависимости от возраста, там, от 83 и выше процентов воды в человеке. Жидкость – это очень важно. По поводу дыхательной гимнастики – это очень хорошо. Вопрос, какая важна дыхательная гимнастика, которая связана на увеличение вдоха, то есть на увеличение жизненного объёма. Это больше вдох, чем выдохи. То есть вы дува-чарики, ну дува-чарики, то вы тренируете совсем другую группу мышц, надо тренировать, и вообще это чуть-чуть другая тема. А вы не группа мышц, а совсем другая как-то функциональность лёгких. А вот именно на вдох – это более важно. На задержку дыхания. Это существует, альвеолы существуют во время болезни, можно сказать, почти. Ну, воспалительный процесс, он ведёт к спаечному процессу. Для того, чтобы раскрывать лёгкие, нужно вот именно работать на вдох, на инспираторе, так называемый. Лежать на животе. Лежать на животе имеет смысл позиции прон, когда мы говорим о тяжелобольных. Это не лечение. Оно улучшает соотношение вентиляции и перфузии. Существует такое понимание, когда в лёгких оно изменяется в зависимости от положения тела. Существуют зоны определённые. Существует при изменении положения человека, да, повышается сатурация. Но это не является лечением. Надо не забывать, что это не лечение. Вирус — это вирус, и он, в общем-то, борется с вирусом антитела человек, а не лёжа на животе кислород и стероиды. Стероиды тоже не борются с вирусом. Стероиды и антибиотики не лечат вирус. Стероиды снижают иммунную реакцию, в соответствии, если есть цитокиновый шторм, если он есть. И показателем её является снижение сатурации. А антибиотики лечат именно бактериальную пневмонию и никакую другую. Борис, а вот что касается компьютерной томографии или же рентгена, вот знаю такие случаи, даже некоторых моих знакомых, которые болели, чуть ли не сразу отправляли делать КТ, рентген. Вот когда необходимо проверять себя с помощью КТ или рентгена? Рентген имеет смысл делать в больницах, когда речь идёт о каких-то тяжёлых случаях, непонятных. А так рентген и КТ, тем более КТ, не является вообще в принципе диагностика коронавируса и оно не относится к параметрам НЮЮС. Поэтому, ну если гнать, как я сказал, от себя тяну, то можно сделать и МРТ головы даже, но в нем нет никакого смысла. Плюс ещё и вы подвергаете опасность всех тех, кто находится там, где кабинет КТ. Смысла в этом никакого нет. Ни лечебного, ни диагностического. Цинк, аскорбиновая кислота и витамин Д3 – это троица полезных элементов, часто фигурируют среди рекомендаций по профилактике лечения коронавирусной инфекции и других также ОРВИ. Скажите, действительно ли они способны помочь? Доказано, что долгий приём витамина Д до того, как человек заболел, улучшает прогноз и снижает смертность при заболевании. Почему? Потому что у витамина Д есть накопительный эффект. Во время заболевания принимать витамина Д не имеет никакого смысла. Ну, хочешь принимай, хочешь не принимай. Хуже и лучше не сделает. Витамин С надо аккуратно быть с дозами, потому что он может привести к определённым почечным проблемам. Но и особо тоже, как он доказал, смысла в этом нет. Цинк тоже. Давайте ещё поговорим касательно пульса оксиметра. Насколько важно при коронавирусе отслеживать уровень кислорода в крови и при каких показателях уже необходимо тогда обращаться в скорую помощь? Очень важно измерение пальсок симметрии у человека. Это один из параметров шкалы НИЮС, о котором мы говорили, параметры тяжести заболевания. Если сатурация опустилась ниже 94-х, не поднимается на разных пальцах, на двух руках, то в этом случае надо обязательно ехать в больницу. Ехать в больницу – это тогда положено госпитализироваться и при госпитализации принимать антикоагуляцию. Это кровооружающие препараты, стероиды, как дексаметазон, составляющие основное лекарственным средством. И уже, соответственно, возможно, нужна дыхательная поддержка, как СИПА, не кислород в первую очередь, потому что кислород тоже вызывает oxygen toxicity, он нарушает целостность клеток. Кислород не является лечением коронавируса. Повторное заражение коронавирусом, оно возможно? И как человек переносит вторично? Проще или все-таки легче? Возможно, у вас были такие вот пациенты, случаи? Повторное заражение, оно возможно, оно задокументировано. Как? По-разному. Нету такой пока общей тенденции. То есть все очень индивидуально? Очень индивидуально. О мутациях коронавируса, также несколько слов скажем. Много говорили о Дельте, теперь появился новый штамм Дельта+. Опасность вот этих новых штаммов, в чем она заключается? Новые штаммы возникают в результате мутации. Это обычный процесс эволюции вируса и любого, как бы не то что организма, всего того, что находится на планете, включая, допустим, углероды, по-моему, переходят в бриллианты. Это тоже процесс мутации, можно сказать, эволюции. Конечно, они опасны. Чем больше мутаций, тем это приспособление вируса обходить нашу иммунную систему. И чем больше будет мутаций, тем будет тяжелее бороться с вирусом, и тем ему легче будет побеждать нас. Хотя у него нет такого желания. Вирус — это не что-то осмысленное и не мыслительное существо. А мутацию коронавируса можно как-то остановить, как-то побороть этот процесс? Чем меньше заражений, чем больше людей иммунизировано, иммунизировано это переболело или вакцинировано, тем меньше будет курсирование вируса, размножение, и в соответствии с этим и меньшее количество мутаций. При этом, когда 80-90% планеты будет вакцинирована или переболело, соответственно, можно говорить о том, что вирус установлен. Читал такую информацию, что штамм коронавируса Дельта чаще всего поражает сердце у зараженных вне зависимости от их возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Даже у молодых больных стали замечать миокардит, воспаление сердечного нерва, что вам известно о последствиях именно вот этих новых штаммов, которыми болеют люди? Новые штаммы более часто стали поражать сердце, потому что они стали более агрессивны. Но вообще, последствием многих вирусных инфекций является эндокардит, да и вообще любых миокардит, да еще, в общем-то, и любых воспалений. А какие еще возможные осложнения или уже известные осложнения после того, как человек переболел вот этими новыми штаммами? Все то же самое, что со старыми, только почаще. То есть и неврологические поражения, и проблемы с сосудами, и проблемы с легким, и проблемы с сердцем, и проблемы с почками, и проблемы с деторождением. Много каких. Каждый человек переносит коронавирус по-своему. Кто-то бессимптомно, даже ничего не почувствовал, кто-то средне, а кто-то очень тяжело. А почему так происходит? От чего это зависит? От иммунитета? Больше от иммунитета, возраста, иммунитета, иммунизации. Сказать точной формулы этого нет. Но есть, существуют риск-факторы, которые, да, мы знаем. Это повышенное давление, сахарный диабет, пожилой возраст, ожирение, проблемы с сердцем. А когда появятся лекарства от коронавируса? Когда наступит тот день, когда мы придем в аптеку и скажем нам, пожалуйста, вот такие вот таблетки от коронавируса? Не люблю играть в лотерею, в казино, потому что загадывать не люблю. Как появится, вы узнаете. Хорошо. Спасибо вам. Израильский врач Борис Бриль был сегодня вместе с нами на Политеке. Всем желаю крепкого здоровья и всего доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания.